МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Туризм и я, Виктория Гармашова, приветствую вас. В Исоклинском районе Самарской губернии в 2002 году был создан историко-краеведческий музей. Его концепция носит название «Мир деревни». В музее представлены множество экспозиций – древний быт народа, полезные ископаемые края, детская гончарная мастерская и современное народно-прикладное творчество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить культурные традиции Исоклинского района помогает районный историко-краеведческий музей, созданный в 2002 году. Здесь представлены экспозиции, которые повествуют о жизни данной местности. Экскурсия начинается с экспозиции обитателей животного мира. Здесь можно увидеть млекопитающих семейства куньих, но основной обитатель района – барсук. Водятся в данной местности лисы и волки. В Исоклинском районе 144 родника. Об их истории, названиях и местах расположения вам поведают в музее, а при желании организуют экскурсию на основные источники. Музею за туристический маршрут Исоклы край ста ключей была присуждена награда. В выставочном зале находится экспозиция «Древний быт народа», которая представлена в большом многообразии, ибо здесь проживают 38 национальностей. Кстати, каждая из них в качестве народного инструмента имела гармонь. Несколько раритетных инструментов находятся в коллекции музея. Особого внимания заслуживает стенд «Мир сельской женщины». Здесь представлены предметы рукоделия местных дам. Вышивка являлась основным элементом украшения жилища сельчан. Не только цветы и лубочные картинки были вышиты на подушках и покрывалах, но и вожди народа, сам Владимир Ильич Ленин, например. Работники музея говорят, что долго уговаривали местную бабушку, чтобы та отдала в музей вышитый ею портрет вождя. Особого внимания заслуживает одежда сельской женщины, ее выходные шифоновые платья и калоши на каблуках. Вернее, калоши, которые специально одевались на туфли с каблуками, чтобы женщина, пройдясь по сельским дорогам в калошах, могла сбросить их и прийти на танцы в чистой обуви. Экспозиция современная народно-прикладное творчество радует глаз. Вышитый крючком чайный сервиз и многие другие изделия, изготовленные местными жителями, не оставляют никого равнодушными. Кстати, музей – активный участник всероссийских и областных конкурсов, проектов и краеведческих выставок. Начало развития туризма в муниципальном районе Иссоклинский относится к 2005 году. С этого времени были разработаны и начали действовать туристические маршруты для школьников из соседних районов. Маршруты знакомят детей и взрослых с памятниками природы, археологии и культуры. Районная детская школа искусств была образована в 1969 году. Новый этап ее развития наступил с 2003 года, когда школе было предоставлено просторное и оборудованное здание. В школе представлены работы детей, сделанные их руками. Когда смотришь на эти изделия, диву даешься, как хорошо работает фантазия ребятишек и как все красиво у них получается. Сегодня в школе искусств на семи отделениях обучается 150 человек. Многие отмечены премиями и стипендиями губернатора Самарской области для одаренных детей. Работа 13-летней Христины Кайгородовой заняла первое место в международном конкурсе «Красота Божьего мира». Она написала копию иконы Владимирской Божьей Матери. В настоящее время работа находится в выставочном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Сам патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил Христину патриаршей грамотой в январе этого года. Вообще в школе искусств имеется множество почетных грамот и наград. По итогам областного конкурса «Волжский проспект» присвоено звание «Школа-социокультурный центр». В 2008 году в конкурсе «Детские школы искусств. Достояние Самарской области» и «Соклинская» заняла первое место. Здесь активно работают творческие коллективы, лауреаты всероссийских, региональных и областных конкурсов. Вообще подрастающему поколению в районе уделяется большое внимание. После восстановления из соклов в начале 70-х годов прошлого столетия на местных холмах началось строительство межрайонного детского оздоровительного лагеря «Колос». На территории почти в 16 гектаров имеется все необходимое для летнего отдыха детей. Лагерь работает в четыре смены. Имеется большой стадион, где постоянно проводятся футбольные матчи среди отрядов. На территории расположено несколько других спортивных площадок, в том числе и для игры в волейбол. На территории находится бассейн. В летний зной дети имеют возможность охладиться в нем. В лагере «Колос» специально оборудовано место для костра. Но в связи с высокой пожароопасностью в регионе, сегодня это место используют только для коллективных песен под гитару. На горе, на которой расположен лагерь и где открывается потрясающий вид на местные просторы, дети в последний день пребывания загадывают желание. Говорят, оно исполняется. Территория лагеря «Колос» является комплексным памятником природы и отличается богатой и разнообразной лесной и луговой растительностью. Здесь бьют два сероводородных источника и два источника пресной питьевой воды. В дальнейшем здесь планируется создание горнолыжного курорта. В последнее время внутренний туризм в Самарской области развивается быстрыми темпами. Если мы с вами будем говорить о развитии своих регионов Самарской области, если мы будем говорить с вами о развитии как культурных туристических маршрутов, так и природных, конечно, туристических маршрутов, я думаю, что как жители Самарской области понесут сюда свои средства, так и жители приезжающие обязательно здесь будут оставлять свои финансы. Но помимо финансовой составляющей, конечно, есть так называемая душевная составляющая, мы с вами это знаем. Который человек побывал в высоколах, он, конечно, здесь оставит частичку своего сердца. И я думаю, что, может быть, из этих сердец и будут здесь гореть вот те вот кресты, о которых сегодня идет речь. И, может быть, вот эта речка, которая берется из горы и течет неизвестно куда, тоже будет прибавляться. Вот. И, конечно, по итогам сегодняшней встречи в обязательном порядке мы будем выпускать и фильм, о котором сейчас печется ваша телекомпания. Со своей стороны мы сейчас сходу придумали такой проект, как выпуск книг, содержащих легенды и предания именно этого района Исоклинского. И в рамках 160-летия Самарской губернии, я думаю, что к концу года мы подойдем уже с комплектом этих книг, которые будут представлять из себя, конечно, целый труд. И я думаю, что люди, которые едут в Исоклы или едут в Жигулевск, они откроют эти книги и уже будут ехать подготовленными. А мы с вами знаем, что когда человек подготовлен, он, конечно, будет все глубже и глубже смотреть. То есть, если, к примеру, мы смотрим с вами просто на это дерево, мы понимаем, что это просто дерево. А если бы мы знали, что около этого дерева целовался, например, Евгений Онегин, мы бы на это дерево смотрели бы уже несколько другими глазами. Областные и районные власти пытаются сделать все для развития внутреннего туризма и с радостью ждут гостей из всех уголков России. Дорогие друзья, приглашаю вас в наш Исоклинский прекрасный край. Крайста ключей, прекрасных людей с хорошими традициями, легендами, а самое главное, экологически чистый, прекрасный район. Посетив культурные и природные достопримечательности Исоклинского района, вы обязательно захотите приехать сюда снова и снова. В 2007 году муниципальный район Исоклинский принял участие в первом областном конкурсе «Туристический бренд Самарской области», организованный Департаментом развития туризма. Представленный бренд «Исоклы. Крайста ключей» занял первое место. Сегодня Исоклинский музей является организатором маршрута выходного дня, где туристы посещают все природные, культурные и исторические достопримечательности края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова